Льготы и пенсии, проблемы в коммунальной сфере, ситуация на рынке труда. О социальных обязательствах власти речь шла в Петербурге на форуме партии «Единая Россия». Репортаж Алексея Крепанова. Форум «Эффективная социальная политика» — это почти 3000 участников. Делегаты местных ячеек «Единой России» из Петербурга, Ленинградской области и всех 11 регионов северо-запада. Не формальная встреча, а скорее индикатор проблем на местах. Ведь когда еще острые вопросы социалки можно не просто обсудить с коллегами, но и озвучить председателю партии и премьер-министру страны. Предложение своих региональных коллег глава российского правительства слушал на итоговом пленарном заседании. А до этого обсуждение разделили на четыре тематические группы. Вопросы оплаты труда и занятости, проблемы старшего поколения, семейная политика и доступная среда — это не просто слова, а конкретные задачи, которые лягут в основу предвыборной программы партии. А значит, их выполнение становится задачей номер один перед своим избирателем. Партия стремится к тому, чтобы выстроить систему социальной поддержки таким образом, чтобы она работала на каждую семью, то есть на каждого нашего гражданина. Это действительно непросто. Второй год мы работаем в условиях бюджетных ограничений. Но мы прекрасно понимаем, сворачивать социальные инвестиции нельзя. А значит, наша партия просто обязана предложить новые задачи повышения эффективности социальной политики. Некоторая эффективность уже прослеживается так, отметил Медведев. Безработица по сравнению с кризисом 2008 года сократилась почти в два раза. Но уровень доходов по-прежнему беспокоит россиян. Серьезные шаги будут сделаны уже в этом году. Как заявил на съезде Дмитрий Медведев, на повышение МРОД с 1 января на 4% дело не остановится. Разница между МРОД и прожиточным минимумом сохраняется и остаётся достаточно высокой. Людей это беспокоит. На встречах мне очень часто об этом говорят. Вы обсуждали эту тему. Как председатель партии и председатель правительства хочу вас проинформировать. Мною принято решение установить с 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда в размере 7,5 тысяч рублей, увеличив его почти на 21%. Одна из задач на следующий год сохранение всех социальных выплат материнского капитала или, например, дополнительные ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей. В приоритете строительства новых школ и детских садов на эти цели, к слову, будет дополнительно выделено 25 миллиардов рублей. И, конечно, поддержка многодетных семей. Здесь внимание нужно уделить льготной ипотеке и участкам под жилищное строительство. Вместо того, чтобы, по сути, уменьшить очередь на квартиры, у нас образовалась вторая очередь. Очередь на землю. Власти в регионах, конечно, при поддержке законодательного корпуса, обязаны по-серьезному взяться за решение этой задачи. В течение трех лет эта очередь должна быть ликвидирована. О дополнительной поддержке семей сегодня вообще говорили много. Скоро лето и нам в пору подумать о том, чтобы дети из семей с низкими доходами в этом году максимально получили возможность получить детский оздоровительный отдых. И, конечно же, на сегодняшний день ситуация такова, что полная нагрузка лежит на бюджетах регионов. Мы знаем, в каком состоянии на сегодняшний день некоторые бюджеты региональные. И просим рассмотреть возможность взять под контроль вопрос дополнительного финансирования из федерального бюджета. Решение долго ждать не пришлось. Хочу вас проинформировать. В текущем году мы возьмем на себя обязательства по софинансированию такого отдыха. И благодаря нашим совместным усилиям я полагаю, что дополнительно смогут отдохнуть более 200 тысяч детей. Решение об этом я поручаю подготовить. В этом году, сказал российский премьер, деньги из Москвы на места обязательно выделят. В том числе впервые и на покрытие части расходов за железнодорожные билеты для детей от 10 до 17 лет. Это решение, по нашим подсчетам, может охватить почти 2 миллиона 200 тысяч детей, которые поедут отдыхать в самые разные места. Я сегодня говорил с железными дорогами, они готовы здесь тоже помочь. Но семья ведь не только дети, но и старшее поколение. В этом году пенсии проиндексированы на 4%. В 2017-м, сказал премьер-министр, планируется увеличить их размер до уровня инфляции. Это предложение в зале вызвало аплодисменты, как и необходимость улучшить социальное обслуживание людей преклонного возраста и особенно инвалидов. Дмитрий Медведев сегодня оценил работу городского центра реабилитации. По сути, примера для остальных регионов. Это единственная возможность в этом центре почувствовать себя полноценным человеком, но для многих. Светлые комнаты по два человека, кабинеты для занятий рукоделием, керамическая мастерская, компьютерный класс, бассейн и тренажерный зал. Здесь учат тех, кому в привычной городской среде чуть сложнее других. Передвигаться, общаться, заниматься простыми для нас бытовыми вещами. Когда по широким коридорам можно ездить вот так вот на электрокаре. А на занятиях мастер работает с каждым индивидуально. Как ощущения у вас? Попасть сюда на реабилитацию тоже стало проще. Сбор документов и ожидания в очереди сегодня не больше недели, а не месяц, как было раньше. Как говорили делегаты форума, сегодня есть потребность, чтобы таких вот здравниц по всей стране было в разы больше. Этот и другие тезисы занесли в итоговую резолюцию, за которую проголосовали единогласно. Алексей Карипанов, Денис Оропчинов, Павел Заренков и Олеся Трофимович. Первый канал Санкт-Петербург.